всем привет меня зовут пауль крец я знаю что многие из вас подписались на мой канал из-за моих обзоров камеры объективов или за моего обзора фэдбайка который на удивление набрал бешеной популярность и конечно же мы обязательно продолжим обсуждать эти темы но сегодня я хочу поговорить о другом в этом году у меня юбилей 10 лет моей карьеры как персонального тренера тренажерного зала сегодня слегка обсудим что это такое что это за специальность каковые особенности и попробуем посчитать сколько же за эти прошедшие 10 лет у меня всего было клиентов вообще-то мой канал начинался с темы спорта если вы перемотаете на 2014 2015 год посмотрите видео оттуда то они практически все на спортивную тематику на тематику тренировок соревнований в которых я участвую это все есть у меня на канале посмотрите соответствующие плейлисты но со временем тема спорта немножко отошла на второй план я стала снимать о многом другом но так как 10 лет все-таки юбилей серьезно и все это время продолжал вести персональные тренировки то решил немножко эту тему вспомнить и освежить о том как я стал персональным тренером как вообще меня затянуло во все это дело и как продвигалась моя карьера я уже рассказывал видосики вот 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 в этом вот если вы на ю тубе посмотрите здесь по этой ссылочке поэтому не буду я сегодня повторяться я лишь скажу что за все эти 10 лет я живя в городе краснозайминске московской области сам тренировался и тренировал тренировал людей во всех залах нашего города а на данный момент вообще интересная ситуация я веду тренировки вот в этом вот зале под уже своим собственным брендом три раза в неделю кто из краснознамец клизокрестности кстати можете посетить пообщаться со мной лично и потренироваться со мной в своем зале кредсфит джим есть паблик есть инстаграм вот этот вот можете посмотреть и ознакомиться можно сказать что я веду тренировки и работаю своем собственном зале обычно в отдельные дни я по полдня то и по целому дню провожу персональные тренировки тренажерном зале но сейчас лето многие разъехались многие выпусках никого нет и сегодня еще воскресенье я уже отвел несколько тренировок и сейчас пользуясь случаем снимаю это видео показал пустой многим может показаться что работа тренера тренажерного зала это очень легко чего там стоишь рядом с человеком болтаешь считаешь ему повторение обсуждаешь с ним всякую ерунду из его и твоей жизни между подходами вот ну на самом деле это работа инструктора а не тренера тренажерного зала настоящий тренер тренажерного зала конечно всегда переживает за своих клиентов каждое повторение делает вместе с ним знаете как природах боли сочувствия так и тут если ты обладаешь достаточными знаниями опытом то все время как будто делаешь упражнения вместе со своим клиентом подопечным или как я в шутку иногда их называю вместе со своим пациентом и конечно недостаточно обладать знаниями по анатомии физиологии биомеханики это все очевидные вещи важнее гораздо иметь педагогический талант уметь объяснять если человек не понял то объяснить другими словами в других терминах понятных ему и важно конечно же быть еще психологом выслушивать все проблемы человека не только физиологически то есть прислушиваться к тому как он себя чувствует на занятиях но и чувствовать его настроение самочувствие его моральное какие у него там проблемы в жизни на работе в семье это все бесконечно приходится выслушивается и очень часто персональный тренер выступает как психотерапевт между прочим стоит признать что это в некотором смысле психотерапии для меня тоже потому что я по своей натуре интроверт и в общем нет довольно сложно просто так взять на с нуля начать контакт с какими-то людьми но когда ты персональный тренер и к тебе постоянно приходят клиенты приходят новые посетители ты вынужден с ними знакомиться общаться узнавать их ближе у тебя просто нет выбора и ты начинаешь ними общаться это вынужден быть экстравертом тем более что ты должен быть всегда на позитиве должен показывать пример таким людям они должны от тебя заряжаться позитивной энергией физической энергии чтобы выполнять эти упражнения вот и конечно же они должны даже если приходят на тренировку с плохим настроением то уходить должны с хорошим по этой причине фитнес индустрии на самом деле довольно много плохих с профессиональной точки зрения тренеров но у которых достаточно много клиентов потому что люди болтают с ними целый час отвлекаются от своих проблем вот какие-то устраняют какие-то свои комплексы ну и просто дружат скажем так и уходят с тренировки счастливы и потом возвращаются снова к этому тренеру и платят деньги даже если не видят наглядных результатов на своей фигуре вот такой вот парадокс и конечно же здесь прямой аналогии можно провести с врачами с докторами например со стоматологами очень известная тема что к стоматологам обычно идут каким-то хорошим специалистам по рекомендации следует за ними из одной клиники в другую если он там увольняется за одной уходит работать в другую вот и очень важна репутация особенно вот маленьком городе в закрытом военном в котором я живу конечно очень важна репутация и нужно быть действительно хорошим тренером чтобы долгие годы люди ходили только к тебе несли свои драгоценные кровно заработанные монеты и купюры но в то же время это и специфическое удовольствие если ты хороший опытный тренер у тебя постоянные клиенты то это особый вид удовольствия наблюдать как твои подопечные достигает результата и ты знаешь что ты действительно этому способствовал особенно скажем в моем случае когда моя специализация это реабилитация из 10 лет моей карьеры около 7 я занимаюсь физической реабилитацией не как врач а как тренер реабилитолог и успешно справляюсь со многими проблемами опорно-двигательного аппарата ну детальнее об этом можно посмотреть вот в этом вот плейлисте там интервью с моими подопечными тире от пациентами конечно за столько лет карьеры особенно в маленьком закрытом городе я уже давным-давно создал себе репутацию ко мне всегда в 99 процентах случаев приходят по рекомендациям и сейчас на самом деле прискорбная ситуация потому что меня просто на всех не хватает и конечно я возможности обучая других людей сейчас вот у меня в моем зале ну в кавычках мой потому что это мой бренд но зал полностью не мой он работает под моим брендом только три раза в неделю посмотрите в паблике в инстаграме если вас интересует расписание вот и под моим брендом работает моя ученица тренер вместе со мной и я готов набирать еще больше учеников если среди вас кто-то из краснознамец колеокрестности есть способны с желанием стать хорошим персональным тренером обращайтесь я с удовольствием взял бы вас к себе на обучение и на работу сделал бы из вас супер классного тренера тем более что поток клиентов и пациентов благодаря успеху не иссякает и мне действительно очень нужны коллеги чтобы мы могли обслуживать такое большое количество людей и помогать всем потому что реабилитации вообще персональный тренинг это в первую очередь помощь людям психологическая моральная физическая и просто помощь в улучшении качества жизни еще вы наверно могли заметить что сам то я выгляжу сейчас честно говоря так себе ну по сравнению может быть с какими-то простыми людьми не занимающимися спортом у меня что-то там еще как-то немножечко виднеется из мышц на сам я сейчас в очень плохой форме абсолютно честно в этом признаюсь потому что действительно занимаясь сейчас нерегулярно и мало конечно у меня полно травм как у профессионального спортсмена высыпавшего на соревнованиях но дело даже не в этом просто очень много других дел и три собственной тренировки немножко отходит на другой план особенно когда так много персональных клиентов но хочу сказать что именно поэтому я всегда среди людей проповедую регулярные тренировки вот течение там почти десяти лет потому что сам тренироваться я начал еще до того как стал тренером естественно несколько лет то есть общий стаж скажем так знакомства с качалка у меня гораздо больше где-то примерно с 2005 года и чем регулярнее ваше занятие тем быстрее вы можете вернуть себе свою форму и у меня есть видео на канале где у меня была сушка где я также забросил выглядел гораздо хуже чем сейчас и буквально за месяц или за два сделать себе чики-пуки форму отчета мои сушки можете посмотреть вот здесь вот в уголке я прикрепил это видео ну а сейчас наверное хватит болтать персональном тренинге пойдем попробуем посчитать сколько можно всего почти по тренировать человека за десять лет потому что время от времени в обсуждениях возникает вопрос а сколько у тебя клиентов сколько ты тренируешь в месяц а сколько в год ну и вот я как-то не задавался никогда таким вопросом но сегодня по имеющимся данным мы попробуем все-таки это посчитать так чуть за звуки ну короче так вот снимаешь ложек себя снимаешь и тут вдруг слышны задорные юношеские голоса здрасте молодые люди вы во влоге вы к нам пришли зубки подлечить стоматологию или покачаться к нам а чё так давайте к нам у нас первое посещение бесплатно ну тогда вот вчера я просто слышал ваши голоса ну теперь вам придется подписаться на мой канал а я сейчас покажу вот а чё спортом занимаетесь нет какие биатлон серьезно занимаешься биатлоном круто а где-нибудь выступаешь на соревновании супер чё-нибудь побеждал где-нибудь где московская область супер вообще молодчина да я руку тебе пожму а вы девчонки и там у нас еще один друг спортсмен ну если чё заходите к нам в тренажер очка вот у нас первое посещение бесплатно все вам расскажем покажем вот так что тусите но не хулиганьте здесь так ну что ж вернемся в мой такой вот пока что скромный офис и так я тренирую людей с 2009 года тренировал их во многом как большом количестве залов конечно все это упомнить сейчас невозможно и по памяти вообще нереально запомнить такое количество людей хотя в лицо то я помню всех а вот но не всех всегда по фамилии и так мы попробуем сейчас вспомнить кто у меня был в самом первом зале кстати это был вот именно этот самый зал с него я начинал свою тренировку карьеру но здесь у меня было всего скажем три человека из тех кого могу вспомнить действительно моих персональных первых клиентов запишем три человека затем я перешел в другой зал работал там более полугода и там за это время у меня появилось наверное еще еще трое не больше того может может быть вернее больше но на всякий случай запишешь там было трое вот затем тоже я сменил зал и другом еще зале работал нас городе около полугода за это время там набралось наверное еще трое у меня клиентов вот и потом уже нас городе открылся первый настоящий такой профессиональный фитнес-клуб куда я уже устроился на постоянную работу и там конечно пошел его нереально огромный поток людей к сожалению там все это велось естественно статистически записывалась вот но конечно меня нет доступа к этим данных единственное что у меня есть вот такие вот списки которые мне я не помню каким образом при увольнении может быть мне удалось выцепить оттуда это вот такие вот листы записи видно да их вот по месячной с людьми но и сколько какого числа у них были тренировки вот здесь у меня информации за 2016 2015 и за 2014 год даже не знаю все месяц или нет и так такой же примерно листок у меня есть вот так и по количеству клиентов это уже из следующего клуба в котором я работал тоже каким-то образом какие-то мои копии моих ежемесячных записи вот и сейчас начнется конечно адская работа я буду выписывать только количество человек то есть только фамилии чтобы личность не повторялась я не буду количество непосредственно персональных тренировок записывать только количество клиентов я постараюсь выписать все фамилии и как только я это сделаю я скажу вам сколько же у меня было людей с первой пачкой разобрался если честно я уже задолбался это все переписывать это вот листочки это вот только то что у меня есть за какие-то вот эти вот жалкие месяцы от на самом деле здесь вот только на что-то за 14 15 16 год хотя на самом деле если чисто по количеству то конечно основное количество людей через меня прошло с 2011 наверное как раз по 2013 год потому что клуб только открылся тот новый самый первый и очень много народу ломанулось конечно же в первый в городе фитнес-клуб и я тогда был начинающий тренер мы проводили так называемые вводные тренировки но это что-то типа инструктажа у меня было по 7 8 человек подряд прям каждый час вообще без продыху очень тяжело было и очень много народу и конечно если были записи из тех времен то здесь список было бы наверно раза в три больше но тем не менее за эту пачку которая только что уже пересчитал у меня значит сто шесть человек это только из этих моментов вот я записывал только как я уже сказал индивидуальные фамилии обычно эти люди большинство из них подавляющее большинство из них занимались у меня регулярно так или иначе чаще всего два-три раза в неделю бывали те кто раз в неделю потом отдельно сами занимались но в основном два или три раза в неделю ну через за из интереса можно посмотреть сколько по месяцам вот здесь у меня например октябрь 2016 14 человек было за месяц сентябрь 2016 14 человек в среднем как видите вот 20 до 30 человек в месяц я 3 тренировал в то время вот в этом клубе вот ну в летние месяцы или какие-то где не сезон там могло быть до 15 14 человек опускаться но учитывая что это по 13 по 2 3 тренировки в неделю общее количество примерно то же самое вот а там где большое было количество людей в месяц вполне возможно что это были какие-то вводные инструктажи разовые тренировки вот многие люди просто берут программу потом сами занимаются но на это они все равно покупают отдельные разы персональные тренировки и соответственно я их тоже вписывал вот такая вот статистика по этому клубу сейчас попробуем посмотреть что у нас есть за последние два года так ну что ж я разобрался с этими запись имейте уже подробные записи потому что я их вел сам и за последние два года четко единственная была сложность в том что здесь я записывал уже по количеству персональных тренировок а не по количеству клиентов и записывали в основном администраторы клуба и пришлось почерк разбирать замучился в общем на данный момент набралось 155 человек стоит отметить что между этими двумя клубами я конечно работал еще некоторое время в медицинском центре в реабилитационном зале залил пока медицинского центра у нас городе где-то около полугода и там было несколько клиентов хотя в основном это были те кто перешли со мной вместе из фитнес-клуба и в том зале в котором я сейчас я уже тоже получается в третий раз я здесь тренирую людей и опять же после медицинского центра им перед фитнес-клубом очередным я тренировал людей здесь еще целый год и где-то еще примерно 5 человек можно сюда записать ну и учитывая тех людей которых я посчитал из моей прежней карьеры из других залов хотя наверняка их было намного больше плюс несколько человек я щит под чисто по своей памяти успел вспомнить и конечно же учитывая что 2013 11 до 2014 года у меня записей нет а людей как раз там было больше всего скорее всего там еще около 100 150 человек но пусть даже будет там еще несколько десятков они были там абсолютно точно в общем итоге получается ну как минимум 250 человек так что я могу смело утверждать что я тренировал уже сотни людей вот но на этом на сегодня все с вами был пауль крец если у вас есть какие-то вопросы по тренерской работе оставляйте вопросы в комментариях также как я сказал что набираю людей на обучение с перспективой трудоустройства тренажерный зал если вас интересует тоже пишите мне увидимся в соц сетях и на моем канале пока